Добрый день, дорогие зрители! Сегодня у нас в гостях победитель первенства Европы среди кадетов, чемпионка России, мастер спорта, член сборной России Арина Камалдинова. Здравствуй! Здравствуйте! Давай поговорим с чего ты начала. Расскажи о своих первых годах занятий фехтованием. Все началось с того, что родители привели меня в секцию в возрасте 6 лет. Они были знакомы с директором нашей спортивной школы, а также в нашей республике, как они уже рассказывают, было всего два самых развитых вида спорта. Это хоккей и фехтование. Понятно, девочку в хоккее они не хотели видеть, и поэтому отвели меня в фехтование. И вот уже по сей день 14 лет я в этом виде спорта. Ого, ничего себе! А вот расскажи о своих достижениях и значимых победах. В нашем виде спорта есть категории, которые подразделяются возрастом. Это дети, кадеты, юниоры, молодежь и взрослые. И на данный момент в этом году я перехожу во взрослые. И до него в каждой категории я сумела отметиться. Так, по детям я стала победителем первенства России в личном и командном зачете. В кадетах моя самая значимая медаль международного уровня. Я попала тогда в сборную России, и мы с командой выиграли первенство Европы в городе Порич, это Хорватия. Юниоры я закончила только в этом году. К сожалению, из-за различных ситуаций в мире не удалось добраться до международных стартов, такие как чемпионат Европы и мира. И поэтому международные были только этапы отбора. Но в этом году я хочу отметить, что завоевала очень значимую медаль в возрастной категории «взрослые». Я стала призером Кубка России в личных и командных, у меня было третье место. А также в апреле мы с командой нашей республики выиграли чемпионат России. Очень значимо то, что это первая победа в истории нашей республики, что женская команда по рапире смогла завоевать такой титул. А вот ты начала говорить про рапиру. Вообще, расскажи подробнее про обмундирование или спортивную форму вашу. Тяжелая ли она, тяжелая ли рапира? Техтование у нас делится на три категории. Это рапира, шпага и сабля. Я именно по рапире, поэтому хочу рассказать, конечно, про свое. Если начиная сверху, то у нас маска защитная. Далее здесь в самом-самом низу у нас идет нагрудник. Это жесткость. Далее идет набочник. Он покрывает небольшую часть туловища, а также вооруженную руку примерно чуть ниже плеча. Далее идет сам белый костюм. Он заканчивается до кистей. Также это верх куртка и низ штаны, они до колен. На вооруженной руке, у меня правая, присутствует защитная перчатка. Ниже уже, ниже колен начинаются гетры. Они обязательно должны быть фехтовальные, плотные, чтобы рапира не смогла их ни в коем случае порвать. И уже на ногах кроссовки, чаще всего это, конечно, тоже специальные кроссовки для фехтования. Рапира, она весит 500 грамм. То есть все равно, конечно, ребенку будет тяжеловато, но с годами, конечно же, это становится намного проще. А вообще про конкуренцию. Большая ли конкуренция в фехтовании? Как и в любом виде спорта, конкуренция, конечно, большая. То есть, чтобы завоевывать титулы, нужно обязательно с этим уметь бороться. Также я хочу отметить по поводу конкуренции, что я начала замечать, что в сентябре каждый год начинает приходить все больше и больше новичков, детей. Это значит, что наш спорт становится все более масштабным. И, конечно, в дальнейшем для детей конкуренция будет намного и намного сильнее. А вот какие качества помогают себе показывать высокие результаты в спорте? В нашем виде спорта нет такого, что всегда побеждает человек, у которого взрывной характер. Также может победить абсолютно спокойный человек, невозмутимый. Лично для меня это качество, возможность проявить себя на дорожке. То есть проявить характер, не бояться соперника. Для меня, я считаю, это самое важное. Также с годами я начала понимать, что все-таки к спорту нужно подходить с умом. Это знать, когда нужно восстановиться, послушать свой организм, когда поработать над своей психологической или эмоциональной составляющей, а также когда нужно себя подстегнуть и максимально выложиться на тренировках и соревнованиях. Какую роль играет тренер в жизни спортсмена? Очень часто мы слышим, что тренер это еще один родитель. Я считаю, это действительно так. Но помимо этого, тренер он также и психолог, он наставник. Где-то он действительно друг опоры и поддержка. Я считаю, чтобы завоевывать действительно значимые медали, добиваться высоких результатов, должно быть стопроцентное взаимопонимание между тренером и учеником. Потому что не всегда спортсмен может сам себя где-то поддержать, замотивировать, может просто перегореть. И поэтому, когда есть полное взаимопонимание, то тренер, он уже знает и плюсы, и минусы своего спортсмена, умеет правильно направить, найти нужные слова и уже вместе идти дальше. Расскажи, как тебе удается совмещать личную жизнь, учебу и спортивную карьеру? Я обучаюсь сейчас в Башкирском государственном аграрном университете. Я обожаю свой университет, потому что они абсолютно поддерживают спортсменов. Почему упал выбор именно на такой факультет? Я считаю, что спортсмен, он должен быть развит не только физически, конечно, но и интеллектуально. И когда человек постоянно учится, он также стимулирует свой мозг, который в дальнейшем также и помогает в спорте. Что насчет личной жизни? У меня есть такой небольшой секрет, что мой молодой человек и большинство моих друзей, это также мои коллеги по спорту. Поэтому тебе легко удается совмещать? Да, конечно. То есть мы также вместе проводим время на тренировках, время на сборах и на соревнованиях. То есть в любом случае для меня это времяпрепровождение, когда между боями можно просто сесть с подружкой и поговорить о чем-то за пределами нашего зала. А вот в школе как было? Трудно ли к экзаменам готовиться? Или так же, как и в университете? Было изначально трудно, потому что, особенно в старших классах, когда возвращаешься со сборов или соревнований, то не сразу начинаешь вникать в школьную программу, конечно же. И поэтому мне было принято решение в десятом классе уйти на домашнее обучение. То есть все мы знаем, что это такое. А также я делала задания, обучалась уже самостоятельно в своем темпе. Конечно же, мне это очень во многом помогло, что я не отвлекалась лишний раз. Что касается подготовки к экзаменам, такими как ЕГЭ, у меня были репетиторы по всем предметам. Я сдала довольно неплохо. Поэтому вот как раз таки смогла поступить в хороший университет в нашем городе. В связи с соревнованиями, какие страны ты посетила? В приоритете это все-таки были страны Европы, такие как Германия, Франция, Чехия, Словакия, Польша, Беларусь недавних пор и Хорватия. Возможно, я сейчас что-то и не вспомню, потому что все-таки это было довольно давно. Я действительно благодарна спорту за такую возможность, как путешествие, потому что я вижу, как живут другие люди. У меня есть возможность с ними пообщаться, увидеть архитектуру других стран. И это очень сильно наполняет и вдохновляет. Какая страна тебе запомнилась больше всего? Я сейчас помнила, что не упомянула, что я была в Иране. Это было всего полгода назад, в марте. Эта страна мне запомнилась тем, что из-за ситуации, которые мы все знаем, конечно же нет возможности выезжать. И Иран стал для меня таким глотком свежего воздуха. Там, конечно же, участвовали содружественные страны, такие как Беларусь, Узбекистан, Казахстан, сами иранки непосредственно. Для них это был огромный опыт, что к ним приехали титулованные спортсменки. Потому что, как я заметила, все-таки в Иране фехтование не так развито, как у нас. А для нас, повторюсь же, это было такое замечательное знаковое событие, когда мы смогли выехать и вновь хоть чуть-чуть ощутить тот даже международный мандраж перед соревнованиями. Вот это вот предвкушение, когда находишься в другой стране. А ты сильно волнуешься перед соревнованиями? Да, конечно. И по сей день у меня есть мандраж перед соревнованиями. Но благодаря опыту я все-таки научилась его перебарывать, понимать, что мне нужно сделать, к примеру, с утра, как позавтракать, во сколько лечь спать, чтобы выспаться и быть полностью готовой показать свой максимум. Смотри, в связи с ситуацией в мире, как спортсмены сейчас продолжают свою деятельность? Сейчас спортсмены абсолютно не опустили руки. Мы продолжаем тренироваться в все том же режиме и, возможно, даже еще с большим желанием. Потому что, когда все-таки откроются границы, когда нас допустят на соревнования, то мы будем готовы представить свою страну на все 100%, показать все наше мастерство. Потому что мы как звери в клетке. То есть дай нам только выход, и мы всем покажем, на что мы способны. Конечно, сейчас федерация очень сильно нас поддерживает. Каждый месяц у нас проводятся сборы по всем возрастам, начиная от детей и заканчивая взрослыми. Мы постоянно спаррингуемся, все-таки продолжаем учиться чему-то новому, развиваться и совершенствоваться. Также появились соревнования с содружественными странами. В частности, это Беларусь. Даже представительницы и представители этой страны принимают участие в наших тренировочных сборах и даже в каких-то наших соревнованиях. Конечно же, это все-таки поддерживает конкуренцию. Мы за счет того, что мы постоянно спаррингуемся, то действительно становимся все сильнее и сильнее. Для наших зрителей расскажешь, что значит спаррингуемся? Спаррингуемся, это если говорить о том, что прям максимально просто, это выходим на дорожку и фехтуем друг с другом. А вообще сами сколько сборы по времени длятся? Как проходят? Сборы у нас обычно 11 дней. Чаще всего они перед соревнованиями. На сборах у нас две тренировки в день. Это утром и вечером. Подъем по расписанию, отбой по расписанию, обед, ужин, завтрак. Все это тоже по расписанию. Мы проживаем на базе. И, конечно же, у нас есть выходные дни, в которые мы можем расслабиться, разгрузиться, выйти погулять по городу. Может даже просто полежать и выспаться. Смотри, а было ли у тебя такое, что ты выступала не под своим флагом? У меня в карьере не было такого опыта, поэтому не могу начать рассуждать. И напоследок, хотела бы спросить у тебя. Хотела бы ты, чтобы в Башкортостане фехтование стало более популярным? Конечно. Как я уже до этого говорила, все равно начинаю замечать, что новичков становится все больше и больше. Но хочется отметить, что в нашей республике, так скажем, спортивной столицей именно по фехтованию является Уфа. И помимо Уфы, есть только единственный филиал, который находится в Нефтекамске. А вы можете себе представить, сколько действительно талантливых ребят проживают в нашей республике. Но, конечно же, все разбросаны по ней. И поэтому, если наше фехтование действительно уйдет в такое очень сильное развитие, что откроются филиалы даже в самых отдаленных точках от Уфы, то, во-первых, это возрастет конкуренция. А во-вторых, действительно наш спорт станет более значимым. То есть привлечение людей к нашему виду спорта, я считаю, это действительно очень важная задача для развития нашей республики. Потому что Башкирская школа фехтования подготовила столько титулованных спортсменов. Это начиная от победителей первенств в России, а заканчивая олимпийскими медалями. И, конечно же, я считаю, что многие жители знают их, гордятся. И давайте вместе... А можно я туда переключу сейчас? Да, конечно. Давайте вместе развивать фехтование в нашей республике. Арина, спасибо большое тебе за интервью. Было тебя очень приятно слушать. Всего доброго. Спасибо вам, что пригласили.